Здравствуйте, друзья! Со мной связался один из моих подписчиков, который работает в одном из крупнейших американских банков. Он рассказал, что прямо сейчас банковское руководство находится в абсолютном ужасе. И как мы сегодня увидим, у них есть очень большая причина для паники. Многие люди верят, что банковский кризис окончен и что ФРС США всех спасла, но это далеко не так. Какие же события привели к этому? Почему банки так напуганы? Почему это только начало и что именно сказал этот банковский инсайдер? Об этом я расскажу в этом видео. И желательно посмотреть его до конца, потому что в конце будет все самое интересное. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Это очень помогает видеороликам находить большую аудиторию. А для меня как автора это очень важно. Большое спасибо. Давай наберем хотя бы 2000 лайков. Источники сообщают, что скорее всего FDAC возьмет банк First Republic под свое управление. После этого, скорее всего, другие более крупные банки, такие как JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs или Wells Fargo, выкупят этот банк и его активы за копейки. Посмотри, что случилось с акциями First Republic Bank. Они рухнули на 98%. Это очень напоминает мне Терра Луну. И судя по тому, что сказал банковский инсайдер, нас ожидает еще большее количество банков, чьи графики будут выглядеть точно так же. FDAC просит другие банки предлагать свои сделки по покупке после того, как регулятор, возможно, конфискует банк. По словам этих источников, еще есть надежда на решение, которое не будет включать в себя конфискацию банка регулятором. В пятницу банк First Republic сообщил источнику, что мы ведем переговоры с различными сторонами о стратегических вариантах, при этом продолжая обслуживать наших клиентов. В среду CNBC сообщил, что советники банка First Republic готовятся предложить крупным банкам JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs и Bank of America план, который позволит региональному кредитору продавать облигации и другие активы по ставке выше рыночной, чтобы привлечь необходимый капитал. Это совершенно безумные действия. Нереализованные убытки по облигациям и другим активам банков находятся на самом высоком уровне с 2009 года, как ты видишь вот на этом графике. Что делают другие банки, которые испытывают проблемы? Они идут в ФРС США и продают эти активы за тот кэш, который ФРС готова им отдать. Что делает банк First Republic? Он предлагает другим банкам продать свои активы за цену выше рыночной. Когда мы с тобой совершаем невыгодные инвестиции и получаем убыток от 50% до 90%, мы же не можем продать свои активы выше рыночной цены, и уж тем более по тем ценам, за которые мы их покупали. Но First Republic хочет это сделать. Продажа облигаций приведет к убыткам для банков, купивших облигации, но в долгосрочной перспективе может оказаться дешевле, чем допущение банкротства банка и его конфискацию регулирующими органами. В пятницу агентство Reuters сообщило, что американские чиновники, включая представителей FDAC, Министерства финансов и ФРС США, проведут встречи с другими банками, чтобы выработать план спасения First Republic. И знаешь в чем проблема? Этот инсайдер из банка сказал, что множество банков сегодня испытывают те же проблемы, пока СМИ освещают только вопрос First Republic. Люди выводят свои деньги и выбирают другие альтернативные способы их хранения, например золото или серебро. Инсайдер четко подчеркивает, что кое-что происходит еще, чего раньше никогда еще не было. А именно, люди выводят деньги из банков в биткоин. Они выбирают хранение своих денег на холодных биткоин кошельках вместо банковских депозитов. Такого еще не было в истории. Люди начинают понимать, что в случае, даже если тот или иной банк развалится, они все равно не потеряют свои деньги, если будут хранить их на холодном биткоин кошельке. Конечно же, если биткоин не обвалится в цене. Как мы пришли к этому? Инсайдер говорит, что из-за резкого роста процентной ставки ФРС США, такие активы, как облигации и ипотечные ценные бумаги, сильно обесценились. Теперь, когда люди выводят свои депозиты из банков, банкам приходится продавать свои активы в минус, чтобы предоставить эти деньги клиентам. Но сейчас количество клиентов, которые бегут из банков, настолько большое, а активы так упали в цене, что денег просто-напросто не хватает. Вот почему, по словам банковского служащего, в одном из крупнейших банков США банки сейчас очень напуганы. Массовый отток вкладов банка First Republic произошел после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank в марте. С тех пор крупнейшие банки страны, включая Джей Пи Морган, уже помогли First Republic, предоставив 30 миллиардов долларов США в виде срочных депозитов. И, скорее всего, это одна из причин, почему Джей Пи Морган, например, может выкупить First Republic в ближайшее время, потому что он уже вложил в него миллиарды долларов. Джей Пи Морган купит First Republic после его конфискации Федеральной корпорации по страхованию вкладов. При этом Джей Пи Морган оставит все токсичные активы банка на руках у налогоплательщиков. В общем, Джей Пи Морган рассматривает возможность покупки First Republic, но купить они собираются только хорошие активы. Токсичные же оставят налогоплательщикам. Джей Пи Морган и так уже крупнейший банк США, но похоже, что после всех этих событий станет еще больше. И похоже, что мы движемся к тому времени, когда из этих тысяч-тысяч банков останется лишь несколько самых крупных. В этой статье пишут, что пока непонятно, станут ли эти 30 миллиардов долларов депозитов, которые Джей Пи Морган вложил в First Republic банк застрахованными. Вот еще одна сумасшедшая вещь, которую делают ФРС США и FDIC. Они уже сделали это с Silicon Valley банком, например. Все политики, миллиардеры, все друзья ФРС и FDIC, у которых были деньги в рухнувших банках, получили все свои деньги обратно. Все их депозиты оказались в итоге застрахованными. Теперь и Джей Пи Морган может заставить именно налогоплательщиков оплатить потерю в 30 миллиардов долларов. Напротив, индивидуальные инвесторы или малые бизнесы, которые инвестировали в токсичные активы и потеряли свои деньги, никаких спасательных финансовых вливаний не получили. Почему? Потому что капитализм. Удивительно, что им хватило смелости признать следующее. ФРС США заявляет, что ее действия по решению проблем, приведших к коллапсу Silicon Valley банка, оказались провальными. То есть они фактически признают часть своей вины. ФРС США не пыталась решить предпосылки к проблемам, которые стали причиной развала Silicon Valley банка. Это то, что мы видим снова и снова. ФРС США разрешает системе сломаться, а затем пытается починить ее, склеить разбитые куски. И если ты думаешь, что финансовые ютуберы делают плохие прогнозы, знай, что Федеральная резервная система США предсказала ноль финансовых кризисов. Она всегда говорила, что все хорошо, а потом... Но потом случается что-то вроде этого. О чем сообщает Центральный банк Англии? Да, это Англия, но я уверяю, их заявление справедливо для всех. Соединенных Штатов, России, Украины, Беларуси, Германии и так далее. Банк Англии людям нужно смириться с тем, что они стали беднее. Да, они напечатали кучу денег. Да, они создали огромную инфляцию. Они обесценили твои сбережения, отправили цены на еду и энергию в космос. Дали банкам кучу денег на спасение и так далее, и так далее. Ну а в конце виноваты мы, и нам нужно смириться с тем, что мы стали беднее. У тебя ничего не будет, и ты будешь счастлив. Клаус Шваб, Мировой экономический форум. Что сказал Банк Англии? Он сказал, что в ответ на повышение счетов и рост других расходов, работники потребовали повышения заработной платы, а предприятия стали выставлять более высокие цены. Именно это и стало причиной высоченной инфляции в 10,1% за год в марте. Да, этот показатель снизился по сравнению с февралем на 0,3%, но это не означает, что цены падают, это означает, что они растут медленнее. И это официальные цифры. Заметь, как Центральный банк обвиняет работников. Именно они потребовали повышения заработной платы. Это их вина, что инфляция разгоняется. Не вина Центрального банка. А тем временем работники просят повышения зарплаты не потому, что им внезапно потребовалось жить роскошной жизнью, а потому что они не могут позволить себе элементарное, оплатить аренду и купить поесть. Что еще сказал мне банковский инсайдер? Он сказал мне, что банкам прямо сейчас приходится создавать так называемые новые отделы по удержанию клиентов, чтобы не допустить изъятия денег вкладчиками. Когда клиенты звонят, чтобы закрыть свои счета или пытаются снять деньги, банки должны направлять их в новосозданные отделы, чтобы там найти способы удержать деньги своих клиентов в банках. Ведь если клиенты заберут свои деньги из банка, это означает, что им придется продавать свои активы, неся огромные убытки, испытывая нехватку наличных денег. Поэтому эти отделы по удержанию клиентов буквально умоляют своих клиентов и пытаются найти им новые стимулы для того, чтобы они не убегали из банков. Также по заявлению инсайдера, что прямо сейчас происходит, это ожидание ужесточения кредитного законодательства для того, чтобы банки смогли удержать деньги при себе. То есть они будут выдавать кредиты неохотнее. Это будет кредитный кризис. Но кое-что из того, что он сказал, шокировало меня. Если бы ФРС США после коллапса Silicon Valley банка не создала экстренную программу по спасению банков, то есть не начала бы накачивать их свежими деньгами, вся банковская система накрылась бы спустя несколько дней после краха Silicon Valley банка. Вот это действительно меня шокировало. Причина, почему я делаю это видео, заключается в том, что я хочу привлечь внимание всего мира к тому, что банки сегодня это карточный домик. Они создают деньги из ниоткуда и отдают их под проценты. Затем они забирают твои с трудом заработанные деньги, ставят их на токсичные активы, ошибаются, но плачешь за их ошибки ты. Как мы позволили этому случиться? Сначала ты отдал им свое золото и получил бумажку, в которой написано, что если ты хочешь свое золото обратно, просто принеси эту бумажку в банк. Но затем в 1971-м они просто отменили этот золотой стандарт. То есть они забрали все золото, они конфисковали реальные деньги и обменяли их на бумажные. Затем они сказали, хочешь на работу, создай банковский аккаунт, никак иначе. После этого они взяли под контроль и твое время тоже. Следующий шаг, это сделать наличные деньги нелегальными. Мы уже видим первые шаги к этому в Европе. В этом видео я рассказывал тебе об этом, ссылка на него будет в описании. Что еще они должны сделать, чтобы люди осознали, эта система себя исчерпала? Капитализм сломан, финансовая система сломана, банки сломаны. И нам нужна альтернатива, нам нужна свобода, нам нужно вернуть контроль над нашими деньгами и нашим временем. Нам нужен, получается, биткоин. Субтитры подогнал «Симон»!